Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 2987, 15 том. Книга «Открытым оком». Тема «Семья». У старообрядцев идёт пополнение через смешанные браки, когда они женятся не на своих единоверках или выходят на сторону замуж, но венчаются в своих храмах, довершив в кавычках своих избранников. Конечно, мёртвые остаются мёртвыми. А как у вас, если муж или жена пришли в вашу общину, то другую половину вы насильно не тащите, не перековываете под свой образ? Ответ Игнатия Лапкина. Мы с миром отдавали девиц в московскую патриархию. Из старообрядцев к нам приходили, но никогда не было ни малейшего насилия. У нас так много занятий, что они постепенно сами перековывались в кавычках и делались истинными христианами. Наверное, каждому, уверовавшему во Христа и пришедшему в нашу крестовоздвиженскую общину города Барнаула, история его уверования и прихода кажется необыкновенной. Но на нас с мужем действительно явлено чудо Господне. До этого мы с мужем жили на Колыме, в центральных районах Магаданской области. Печально известных в истории нашей страны как территория архипелага ГУЛАГ. Кто читал Солженицына, тот слышал названия наших поселков. Ягодное, Штурмовой, Джелгала, Прииск имени Максима Горького и так далее. Теперь от ГУЛАГа остались лишь печальные и страшные воспоминания. Старые административные здания Дальстроя, да огромное количество тел в вечной мерзлоте. Нужно ли говорить, что церквей у нас там не было? Так же, как и верующих. Речь идет даже не о возрожденных, а хотя бы о таких, кого бабушка в детстве в церковь водила. Да и бабушек-то у нас там нет, потому что, доработав до пенсии, женщины 50 лет, мужчины 55, колымчане выезжают на материк. Словом, территория победившего атеизма. Так что, учитывая, что все свои сведения о религии я почерпнула лишь из произведений Достоевского, Тургенева, Лескова и Льва Толстого, можно сказать, что мой разум в этой области был практически девственно чист. Но даже в этих условиях Господь стучал в мое сердце. Это так, пунктирные воспоминания. Вот мне пять лет. Мы приехали в отпуск к бабушке в деревню Воронежскую область. Утром рано бабушка и мама будят меня и говорят, что сейчас мы поедем в театр. Долго едем на электричке. Потом в большом потоке людей идем по проселочной дороге к замку с круглыми куполами. Там меня раздевают до трусиков и поливают из большой золотистой чаши, как и других детей моего возраста, а младенцев опускают туда полностью. Меня поразили и запомнились ощущения нереальности происходящего, высокие своды и столбы солнечных лучей, пронзающие цветные витражи на окнах. После бабушка мне сказала, что все, происшедшая со мной, большая тайна, которую никому рассказывать нельзя, даже папе, хотя с папой мы были большими друзьями. Спустя 10 лет мы были в гостях у маминой московской тетки. Я перебираю книги в библиотеке и раскапываю одну очень старую, выпущенную еще до революции, как я теперь понимаю, на церковно-славянском языке, и догадываюсь, что это Евангелие. Крутила я его, как голодная собака, запечатанную банку мясных консервов, и мне даже удалось расшифровать молитву «Отче наш» и заучить ее. В книгах я встречала выражение «Знать как Отче наш», и после поняла, что это молитва, и что она очень важна, если даже в поговорку вошла. И в жизни все время присутствовало чувство какой-то недосказанности, бессмысленности, пустоты, что мешало мне быть счастливой и беспечной. Внешне и материально у меня все было хорошо и благополучно, но я часто плакала просто от того, что не видела смысла жизни, и при том шептала сама себе «Господи, загублена жизнь!» А иногда и не шептала, а кричала, пугая близких. Но тут, на мое счастье, как и многих других, началась перестройка, и мне в руки попала Библия. Была привезена кем-то из Москвы, где ее бесплатно распространяла Финская Православная Церковь. Когда я начала ее читать, у меня не возникло ни малейшего сомнения, что в ней все истина. Со многими героями и историями, оказывается, я уже была знакома. Самсона я знала по опере Делиба, Самсон и Долида. О вавилонском пленении евреев я знала из оперы Верди, Набука. История живописи, оказывается, полна библейских сюжетов. Микеланджело, сотворение мира и другие сюжеты. Иудивь, героиня многих полотен. Версавия, Рубенса, Давид и Иоаннафан, блудный сын Рембрандта, многие сцены из жизни Иисуса. Песнь песней практически дословно рассказана Куприным. Оставалось дело за малым выяснить, как то, что я читаю в Библии, может помочь мне. А что без этой помощи я пропаду, я понимала. Большое счастье, что в этом мы были едины с моим мужем. В Магадане в то время открыли епархию. И, как следствие, мужской монастырь. Монахов было немного, и жизнь их состояла из «миссионерских» поездок. Они объезжали поселки Магаданской области, Чукотки, Камчатки, крестили и причащали. Где-то раз в полгода заезжали и к нам в Ягодное. С изумлением узнали от них, что нужно молиться утром и вечером, до и после еды, что невенчанными жить — грех. Правда, нас не повенчали, так как у батюшки венцов с собой не было. Я, как почти всякая женщина, была недальновидна и считала, что наша «духовная» жизнь теперь налажена. Мы начали поститься, молиться, по воскресеньям собираться с несколькими такими же «странными» людьми на общую молитву. С трудом раздобыли молитвослов. Раз в полгода ходили на исповедь и постоянно читали Библию. И позже уже на материке узнали, что это, оказывается, не является нормой для православных. Тот радость, что рядом в этот момент не оказалось никого из таких «православных» в кавычках. В это время мой муж-умница понимал, что если ты верующий, то тебе нужно спасаться. Но того, что мы делали, для спасения недостаточно. А что же нужно для спасения, никто и не знает. У священников спрашивал, они молчат. До того дошло, что он решил в монахи пойти. А сам он в это время молился, чтобы Господь послал ему людей, которые научили бы его спасаться. Господь быстро откликнулся на его горячую молитву. Но этому всему предшествовало одно событие в моей жизни. Работала я секретарем приемной в райисполкоме с перестройкой, переименованного в администрацию. Вместе с новым названием пришел и новый глава из демократов, кстати, хороший знакомый моего мужа. Обновил он и весь аппарат. От прежнего осталось всего несколько человек, в том числе и я. И после года работы вышел у нас казус. Как-то пришел к нему на беседу начальник местного отделения КГБ, после которой глава вызвал меня к себе и объявил, что считает меня агентом КГБ. И я поняла, что должна уйти по собственному желанию, в кавычках, если не хочу уйти по желанию начальника, что мне, конечно, трудовую книжку не украсить. В тот момент от меня практически все отвернулись. Немногие сочувствующие, в том числе и мама, советовали начать борьбу за свои моральные права и даже подать в суд. Муж вообще решил принять радикальные меры набить этой скотине морду. Я поняла, что осталось один на один с этой ситуацией. Никто из людей мне сейчас не даст разумного совета. Как же мне быть и как справиться с этой несправедливостью, от которой я ни спать, ни есть не могла. Что такое молитва, я тогда толком не знала. Взяла в руки Библию и сказала, «Господи, только у тебя я найду ответ. Научи, что мне делать». И открыла наугад Библию. Сейчас я знаю, что так делать нельзя, но тогда я не знала, как получить иначе божественный совет. И открылась мне римлянам 12 глава с 19 по 21 стихи. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к гневу Божию». Я отложила Библию и сказала близким, «Я приняла решение, я его прощаю». И на душу опустился такой покой, такая тишина. И тогда я впервые ощутила, что такое свобода во Христе, когда никто ничего тебе сделать не сможет, когда ты следуешь Божьим советам, когда внешне ты остаешься в тисненных обстоятельствах, но в твоей душе мир. Я ощутила радость христианского прощения. Я спокойно уволилась. А своему бывшему начальнику сообщила, «Я вам прощаю то зло, которое вы мне причинили. Отдаю суд в руки Божьи. Помните, что каждый из нас будет давать отчет на Божьем суде после смерти. А я вас сейчас прощаю». Какое-то время спустя он узнал, что причиной утечки информации в КГБ была не я, а совсем другой человек. А позже его сняли с должности за злоупотребление и взяли на должность председателя ассоциации старательских артелей. И когда эта ассоциация решила открыть участок по золотодобыче в Алтайском крае, и туда нужен был геолог, то он, видимо, чувствуя свою вину передо мной, пришел и предложил эту должность моему мужу Игорю. Геологов-то у нас там как собак нерезанных, и всякий был бы рад получить работу на материке, в кавычках. А перед этим мы познакомились с отцом Михаилом Фастом, бывшим тогда дьяконом и служившим в Магаданской епархии. Приехал он к нам в Ягодное в составе миссионерской экспедиции, которую мы принимали у себя дома. Ехал Игорь в Барнаул через Магадан. Остановился на ночевку у отца Михаила, и тот попросил передать в Барнауле гостинцы тестью и тещи. Так Игорь оказался в конце декабря 1995 года в доме члена нашей общины Алевтины, Пантелеевны, Петеримовой. И уже в день приезда оказался на занятиях по изучению Библии в университете. А через четыре месяца вызвал с Колымы и меня. Вот так Господь выдернул нас с Колымы, как морковку из грядки. Нужно сказать и еще об одном проявлении промысла Божия. В Барнауле жила бабушка Игоря. И так я прилетела в Барнаул. Встретил меня в аэропорту совершенно незнакомый мне человек. В нем я с трудом узнала своего мужа. И дело не в том, что у него отросла борода. У него были совершенно иные глаза. На следующий день он повел меня в гости к Петеримовым, где я сразу попала в дружеские объятия ее мужа Баптиста. Сектантов я до сего момента в глаза не видела. И беседа с ним произвела на меня самое отталкивающее впечатление. Чего-то чужого и ненастоящего. Почему-то я решила, что он непременно немец. Что-то он рассказывал, как они из одной своей прихожанки беса изгоняли. А мне бы понять, куда я вообще попала. Муж основательно напугал меня тем, что он ходит на занятия в общину от какой-то зарубежной церкви. Что мое крещение не крещение вовсе. Что в нашей православной церкви полно нарушений. Муж чужой. Православная церковь пропитана ложью. Рядом ни одного знакомого человека. Бабушкин дом. Никакой не дом, а грязная избушка на курьих ножках. А муж через пару дней вообще уезжает на работу в тайгу. Горько я заплакала. Тут-то и появилась дочка хозяев Таня. Специально отпросилась работы, чтобы познакомиться со мной. Это знакомство было самым отрадным впечатлением дня. Она была так ласкова со мной, так приветлива, оказала мне ту поддержку, в которой я так нуждалась в тот момент, что память об этом свежа во мне по сей день. Я очень благодарна за то тепло, с которым она отнеслась ко мне, совершенно чужому человеку, и могу сказать о ней только стихами. Она с хрустальными очами, в них искорки любви горят. Должно быть, ангелы ночами с ней очень нежно говорят. Потом Игорь повел меня на службу в Покровский собор, где я была просто оглушена обилием звуков. Пел хор, света, горели свечи, блистали оклады на иконах, ризы на священниках, движения, сновали прихожане, то выходили, то заходили в алтарь священники, диаконы, служители. Со стерильной в отношении религии Колымы я точно была брошена в котел кипящей информацией и событиями. На следующий день у нас с мужем состоялся серьезный разговор. Он поставил меня перед фактом. Либо я становлюсь вместе с ним членом крестовоздвиженской общины, либо мы расстаемся. И я могу возвращаться на Колыму. Я пошла бродить по городу, плакать и думать. Я ведь выбирала не просто храм, куда мне ходить на молитву, а полностью образ жизни. На Колыме у меня оставалась хорошая работа. Я работала на тот момент в приемной налоговой инспекции. Двухкомнатная благоустроенная квартира, друзья и пустота. И я решила ни общину, ни РПЦЗ я совсем не знаю. То, что в МП нарушение, могу поверить лишь на слово. Времени, чтобы во всем разобраться, у меня нет. Но муж, глава жене, подчинюсь ему, да и буду потихоньку разбираться. А уйти ведь никогда не поздно. Главное, что здесь православные. Буду молиться, верю, что Господь не оставит. Через два месяца нас с мужем крестили. Понятно, что меня допустили к окрещению авансом, учитывая, как хорошо зарекомендовал себя мой муж. Я понимала всю серьезность происходящего и благодарна отцу и Акиму, что он взял на себя ответственность допустить до крещения малознакомого человека. В то лето 1996 года, наверное, было самое большое количество крещаемых за время существования общины 26 человек. Из них на сегодня в общине осталось 11. Двое умерли, остальные ушли. Так я стала членом креста Воздвиженской общины. Была ли я верующая? Однозначно да. Была ли возрожденной? Однозначно нет. Пошла бы я за мужем, решу он вдруг тогда пойти к баптистам или к каким-нибудь кришнаитам. Такой вопрос может возникнуть при моих словах, что в общину я пришла за мужем. Шагу бы не ступило. У меня хоть и невежды было твердое убеждение спасения там, где Библия и православный священник. Имею ли я претензии к мужу за такое жесткое условие? Нет. Видимо, сама бы я думала до морковкиного заговения. И Господь положил ему на сердце подстегнуть меня. Я благодарна Господу за того мужа, что он мне дал. Что меня поразило, когда я попала в общину? Большое количество верующих людей, то, что много молодежи. Открыв рот, я смотрела на православных девиц, чистых голубиц с ясными глазами. То, что в жизни общины главную роль играет Библия, меня не удивило. Для нас это было само собой разумеющимся, а вот то, что здесь есть занятия по изучению Библии, и именно на них я узнала, какой дорогой ценой мы искуплены кровью Христа, меня потрясло. Дисциплину в общине я восприняла спокойно. Мне не с чем было сравнивать. Мне так всегда и казалось, что в церкви должно быть тихо и чинно. И я по сей день приветствую все то, что этому способствует. Было открытием, что у верующего должна быть одинаковая жизнь и в миру, и в церкви, то есть косметику долой, брюки долой, а платок на голову. При этом удивило, что выходя из храма, почти все сестры, особенно молодые, снимали платки и укладывали их в сумочки, а дома надевали на макушке какие-то прозрачные носовые платки и шарфики. Я сразу надела нормальный платок и носила его, не снимая. И на сегодняшний день я ничем не отличаюсь от других сестер, так как привычка снимать платки после храма отошла в прошлое. Удивило, чем зарабатывают на жизнь многие братья в общине, готовят еду на базар. Почти никто из мужчин в то время не зарабатывал на хлеб, работая своими руками. Меня радует, что сейчас ситуация изменилась, и у всех братьев мужские профессии. Иногда кто-то из старожилов у общины вспоминает, какая первое время была любовь среди братьев, а теперь где отношения стали хуже, грубее. Иллюзии. Даже не знали, как друг друга по имени зовут. Молодежь так, конечно, знала друг друга. Они собирались на именины, на пикники, словом, за столом, а вот пожилые были не у дела. Все изменилось, когда Игнатий Тихонович получил в счет компенсации от администрации дома по улице Ползунова 6 и отвел их под храм. Тут-то все и познакомились на работах. Это точно юноша с девушкой встречаются, нарядные, красивые. Он ей цветы дарит, в кино водит, а потом они женятся и начинаются будни. Так и у нас начались рабочие будни. Мы стали ближе друг другу, отношения стали крепче, мы стали настоящей семьей. Особенно остро я это почувствовала, когда Господь послал мне испытание, серьезную болезнь, такую серьезную, что батюшка уж готовился отходную надо мной читать. Я волей-неволей пересмотрела всю ее переоценку и подвела итог, неутешительный для себя, исполняя все из страха, а рождения свыше у меня и не было. И тут-то, на смертном одре, произошел у меня в душе переворот, и я узнала радость духовного рождения, почти через шесть лет после моего крещения. Счастье, что у меня тут же появилась возможность применить свои силы на дело Божье. я стала корректировать книги Игнатия Тихоновича открытым оком. И тут-то в больнице зримо увидела любовь своих братьев и сестер. Точно скажу, что так, как посещали меня, не посещали никого во всей больнице, а как за меня молились, я это все ощущала. Это семья, большая христианская семья, где и помолятся за тебя, и обличат, если нужно, и помогут, порадуются с тобой и всплакнут тоже. И тут уж, как во всякой семье, могут быть и ссоры, отец и наказать может, но и наказание это по любви. Хорошо, что мы, как члены единого тела, можем приносить пользу церкви, каждый по своим силам. Мне Господь позволил стать помощницей в выпуске книг открытым оком. Я счастлива, что причастна к такому важному делу, какое мое может быть при этом отношение к этим книгам. Считаю, что при наших средствах и наших возможностях их выпуск чудо. С технической стороны они несовершенны. Набор, проверка, все идет галопом по Европам. Мне стыдно, когда я встречаю пропущенные мной ошибки в отпечатанных книгах и полностью беру на себя вину за это. Автора, я понимаю, которому хочется поскорее выпустить все собранные материалы, ведь в любое время может измениться обстановка и свобода закончится. Да и кто знает, сколько лет жизни отпустил Господь автору этих книг. Он торопится, ему есть что сказать. Эти живые материалы, навеянные и пропитанные Словом Божьим, уже вошли в историю. Когда мы еще до вступления в общину читали жития святых, лично я впадала в уныние, ведь судя по житиям, спастись могут либо мученики за Христа, либо монахи. Если бы в конце была хотя бы маленькая приписка, что, дескать, мы допускаем, то в Царство Божие может попасть и семейный мирянин, если он принял Христа как своего личного спасителя и живет по-христиански. Но таких приписок там не было. А наши книги поворачивают читателя лицом к Священному Писанию, которое говорит Римлянам 8.24 «Ибо мы спасены в надежде». А самое главное, книги дают возможность многим впервые прочитать Новый Завет с толкованием Феофилакта Болгарского. А еще эти книги знакомят читателя с жизнью нашей общины. Жаль, что фотографы и журналисты освещают в основном жизнь Свято-Анфимовской общины в Потеряевке, а нас, горожан, точно и нет. В деревню ведь не всякий поедет, поэтому жизнь потеряевцев воспринимается читателями как жизнь каких-нибудь старообрядцев в Боливии или вообще как туземцев с островов Папуа-Новой Гвинеи. Интересно почитать, поудивляться, но воспринять это как руководство к действию вряд ли возможно. Жизнь в городской общине не менее интересна. Мы такие разные, среди нас врачи, программисты, юристы, учителя, бухгалтеры, слесари, геологи, продавцы, строители. И возраст у всех разный, сколько детей, мы разные, но мы едины в одном, едины во Христе. О нас ходит много слухов, мне самой приходилось их развеивать. Вышло так, что я попала на работу в небольшой коллектив, состоящий из прихожан Московской Патриархии. Там я узнала, что нас обвиняют. Первое в расколе, второе в непочитании Богородицы, третье в непризнании за святых. А. Серафима Саровского, Б. Царственных мучеников. Я приводила исторические факты, целовала иконы Богородицы и Серафима Саровского, объясняла, что царственных мучеников, русская, православная, зарубежная церковь канонизировала еще раньше Московской Патриархии. Лед недоверия растоплен не был. Самое главное разногласие было в том, что я убеждала их, что нужно читать Слово Божье на русском языке, чтобы понимать его. Да не просто читать, но изучать, знакомиться с толкованием святых отцов, а не слушать басни. Псалом 118-113 стих «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Одна из этих девушек как-то воскликнула «Да как ты можешь вообще говорить о спасении? Мы ведь на таких темных и скользких путях». А в Псалме 118-113 в 105-м стихе говорится «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Если кто-то не понял, о чем она говорит, продолжу ее слова. Да кто мы такие, чтобы даже думать о спасении? Я и ответила «Мы дети Божии». За меня умер Христос, Он пролил за меня свою причистую кровь, и голговским страданием дал мне надежду на спасение. Эта девушка взяла таки в руки Новый Завет на русском языке, но потом опять вернулась церковно-славянскому и сидела, бедная, читала, силясь понять. Увидев, что у нее в руках закон Божий, я спросила «Находишь полезное в этой книге? Да, а ведь это ремпринтное дореволюционное издание, выпущенное Русской Православной Церковью за рубежом». Книга была тут же отброшена. Их мечты «Вот встретить бы настоящего старца, прозорливца, вот его бы слушала». Было видно, что они недовольны, когда я начинала говорить с покупателями о вере, когда те у меня спрашивали, почему я в платке. Закончилось тем, что в течение года одна за другой все девушки поувольнялись. Одна из них призналась, что ее здесь работать дальше не благословили. Прошу заметить, что это были не «прохожане», в кавычках, а лучшие прихожанки Московской Патриархии, соблюдающие посты, посещающие храм каждые выходные, не носящие брюки, действительно верующие и соблюдающие церковные правила, как были научены священниками. Но мы не могли договориться с ними в самом необходимом для христианина в том, что нужно исповедовать Христа. Когда я спросила, как они уверовали во Христа, получила ответ «Это слишком интимный вопрос». И изучать Слово Божие. Сейчас идет разговор об объединении Русской Православной Церкви за рубежом и Московской Патриархии. Указ об объединении издать можно. Можно издать указ о том, чтобы отныне вода и масло смешивались в однородную массу. Но масло все равно будет плавать сверху, так и тут. Мы разные. У нас даже ценности разные. В наших книгах это все отражено. У нас не получится объединиться. Иерархи могут начать служить вместе. Мы можем начать поминать Патриарха. Но простые прихожане Московской Патриархии нас не примут. Нам в спину также будет лететь раскольники, гордецы. Мы для них по-прежнему останемся чужими. Остается, как хорошо сформулировал Игнатий Тихонович, идти в этот вавилонский плен и постараться не раствориться среди таких православных, многие из которых даже оскорбляются, если их называют христианами, считая, что их обругали сектантами. Будем молиться не только о том, чтобы Господь отвел испытания, а больше о том, чтобы Он дал сил пройти и остаться чадами Христа. Аминь. Январь 2006 года. Дыбунова в девичестве Кривобокова. Марина Геннадьевна. Телефон для связи 2438-46, город Барнаул. Бытие. 49-я глава, 18-й стих. «На помощь Твою надеюсь, Господи». Иоанн, 4-я глава, 53-й стих. «Из этого Отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын Твой здоров, и уверовал Сам и весь дом Его». Деяние, 16-я глава, 33-й стих. «И взяв их в тот час ночи, Он омыл раны их, и немедленно крестился Сам и все домашние Его». Стихотворение «Уметь бы удивляться Открывшемуся чуду, В ладоши хлопать И рукоплескать, О непонятном Ахать бы повсюду, Любуюсь гладью озера И бурей из песка. Мне семьдесят почти, и может будет с гаком, Но только бы душой не зачерстветь, Не пятиться пред неизвестным раком, Не стать одним из множества червей. Пик красоты, конечно же, в природе, в движении ветра, мощных облаков. Привыкнуть можно ко всему бы вроде, уж если есть чудесное, то где-то далеко. Оно же неисчетное окрест, и путается прямо под ногами, сон удивления трезвому не на один присест, морями плещется безразличие камень, ракочет чудо в утреннем отливе, ласкается при лунной красоте прибоя, умели бы молчать, стать менее болтливым, с лосос скакать к открытиям ковбоем. В глазах потуших старость у юнца, неинтересен сад владыки мироздания, он тычется и мыкается в скуке без конца, так и не выскажет в любви к творцу признания. Им, тупо умным вундеркиндом тьмы, с лицом потерянным болвашки атеисту, так и придется помереть немым, водою благодарно не умыться. Лишь озаренным и рожденным свыше, утешителем с неба осиянным, которых в книгу жизни иегов пишет, путь с тупиком не знаем именует ямы, лишим избранникам великого Иисуса чудесное спасение приоткрылось, венцы снимают и брецают в гусли за чудо жизни, вдохновение крылья. 11 февраля 2006 года Игла Игнатий Лапкин Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Игла что и аминь. Игра